всем добрый день с вами опять Игорь сегодня хочу показать давно уже собирался вылезть на ветряк показать вам как устроена аэродинамический тормоз у меня немного с книжки почерпнул немного сам додумал как его сделать думаю решение такое достаточно эффективное простое главное что оно простое изготовление и оно работает если делать полностью чтобы все крыло по проворачивался так сказать полноценный врс то это очень очень сложно для большого ветряка у меня он пять с метров то крылья довольно тяжелые металлические поэтому я так не смог сделать от края сейчас я покажу вот собственно ступица ветряк у меня сделанной на базе моста уазовского вот это механический тормоз рычажок ходит этот тросик его тянет вот он пошел вниз уходит этот тросик там не рычаг через тут тут ролик и там еще ролик есть вот вот собственно как сделанный аэродинамический тормоз такая вот как бы ступица подшипниковый узел все видно да я тут вот упирается него осенью его гайками подпер как бы а с той стороны ось упирается там где сходятся все трубы в центр вот это вот это вот 8 вот она по ней скользит вот этот вот узел так сказать на пружинах туда вот так вот совается по вот этой вот пруд куц это не труба это пруд надо смазать и ну что смазка уже подсохла вот эти тросики видно да три тросика они идут там он видно да вот он тросик и он пошел через ролик в трубу уходит отверстие труба и пошел в крыло крылу здесь вот будет лучше видно вот он тросик крепится там он крепится просто просто в резьбе просверлено отверстие просунутый тросик трех миллиметровый и зажатый барашком барашками или гайкой через шайбу прижатый тросик натягивается пружину я сначала центральную натяну вручную а эти боковые я ставил отдельно уже последовательно ну что все четыре пружины натянуть одновременно нереально там усилие такое что вот и от эти все тросики они держатся вот за вот этот вот пружину этот тросик идет через такой ролик подшипник там внутри и уходит просверленное отверстие в диске видно так и просверлила вот и она пошло по трубе тут вставляется труба в трубу тоже видно да само крыло у меня крепление крыла чтобы она не улетела никуда так вот плюс еще вот это тут крепление и плюс еще вот вот та гайка которая стягивает наружную трубу тройное крепление вот труба у меня пустотелая как видите это не есть хорошо надо будет эти дырки как-то заделать чем-то уже я подозреваю что так как она насквозь дырявая до края она может качать воздух ну как вентилятор обычный через себя прокачивать много воздуха и соответственно раз она делает работу то но я думаю будет и воровать у меня энергию какую-то ну и плюс шум лишний тоже мне не надо надо эти дырки как-то крылья заделать вот это крыло видно ну край крыла я не могу показать как он устроенный поворот там там видно да там немного она чуть-чуть провернута как бы попробую сейчас увеличить она видеть не не сутильная так сказать это там она проворачивается да вот там тоже как она сделана эта труба она идет толщая труба потом тоньше 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 там по-моему 3 на 3 3 трубки и там самая крайняя трубка варена вообще на 20 по-моему или 25 и на нее надета внутрь там просовывается тоньшая труба а на нее надевается толща труба с прорезью с прорезью наискозь и заваренный там шпиндель такой чтобы она не слетела то есть надевается потом вставляется шпиндель и все когда эта труба отсовывается под действием центробежной силы наружная трубочка вот этим совсем край весь крыла краечек поворотный то она отсовывается с проворотом ну и соответственно увеличивается сопротивление и так происходит торможение ну так такой себе врж тот же врж только не всего крыла что это намного сложнее будет сделать а только краев крыл так она сделана вся система синхронизирована ни один край не может провернуться больше или меньше или закрыться в верхнем положении ветра колеса пока от эти вот пружины они они все ну видите да что тут они все все три тросика сходятся к одной пружине поэтому они все синхронизированы они работают синхронно они или закрыты все или все открыты или в определенном положении там если немного немного все открыты немного все закрыты так она работает как видите система несложная в изготовлении все довольно таки просто в изготовлении сварочный аппарат болгарка и все это делается вот такой вот так я сейчас сверху все хочу показать он солнечную электростанцию у меня рядом тут построили она еще строится правда приближу я довольно таки много панелей два трансформатора стоит довольно таки много но такой у нас альтернативный хутер альтернативной энергетики у меня ветряк у них солнечные панели так вот и живем вот собственно что я хотел показать если у кого такие то вопросы возникают спрашивайте в комментариях подписывайтесь на канал постараюсь всем ответить и не бойтесь делать то что не умеете если что то делать то что то и будет ну ладно всем пока